Привет, как дела? Сегодня я расскажу про такой английский город, который называется Дава, по-русски Дувр. Дувр это город и порт в Великобритании в английском графстве Кент. Между Дувром и Европой самое короткое расстояние через Ла-Манш, которое составляет всего 34 километра. Говорят, Ла-Манш можно даже переплыть, но на это решались немногие, так как воды канала имеют сильное течение, доплыть до того или иного берега очень непросто. Этот город я посещала несколько раз. Еще когда я была туристом и мы с мамой приезжали к моему брату в гости, он возил нас туда и показывал город. Мы заходили в музей, он тогда еще был платным, мы заплатили 3 фунта за вход и узнали очень многое об этом городе. Самой главной достопримечательностью этого города является бронзовая лодка, которую откопали совсем недавно на берегу Дувра. Оказалось, что она родом из бронзового века и ей уже 3,5 тысячи лет. Ее длина составляет 18 метров, ширина 2,5 метра. Она находится в музее Дувра под бронированным стеклом и является главной достопримечательностью города. Дувр находится на юго-востоке Англии в 85 километрах от Лондона, который является крупнейшим пассажирским портом в Великобритании. Субтитры добавил Dувра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Самой главной достопримечательностью города Дувр, наверное, считается его кассел, то есть замок. Но я туда еще ни разу не попала. Во-первых, вход туда платный, 18 фунтов. Он находится на скале, откуда, в принципе, открывается вид на море и в ясную погоду даже можно разглядеть берег Франции. И мы когда ездили с семьей, с братом и с мамой, заехали на эту скалу на машине тогда, я помню, но 18 фунтов с человека это было очень дорого даже для моего брата, который на тот момент еще учился. И это было достаточно накладно для него оплатить три билета посещения этого замка. Но мы прогулялись вокруг порта, хотели найти бесплатный вход. Такого входа не существует. Замок стоит на скале и забраться к нему с другого места невозможно. Поэтому бесплатное посещение замка, а точнее мы просто хотели подняться на скалу и посмотреть на море и на Францию, не получилось. Дуврские скалы состоят из белого мела. И поэтому существует такая легенда, когда моряки видят эти белые скалы, они понимают, что находятся у берегов Британии. Поэтому Дувр издавна называют ключом к Англии. Так, насладившись солнечным деньком, в 2013 году мы с ребятами сели в машину и поехали в Лондон. Продолжение следует... А рассматривая свои фотографии, после я вспомнила такую историю, что мы где-то на полпути остановились на обочине и стали смотреть, как же нам добраться до Лондона коротким путем. Через туннель в финансовом районе Кеннери-Ворф или через мост в Датфорде. Но он является платным. И я не знаю, почему Саша остановил автомобиль, чтобы посмотреть, каким же путем поехать. Пока они там с Родионом решали на первых сиденьях, мы с Галей сидели на пассажирских местах садзи. И я рассматривала в это время коров, которые паслись рядом с дорогой на поле и фотографировала их. И вдруг я увидела такую картину, что все абсолютно коровы резко так повернулись и стали смотреть на нас. Я подумала, что же случилось? А потом впереди метрах в 150 от нашей машины я увидела, что случилась авария. И никто из всех, кто сидел в машине, не увидел и не услышал момент этой аварии. Только коровы. Видимо, внутри то ли у нас музыка была, то ли просто окна звуконепроницаемые. Мы даже не видели, что впереди автомобиль столкнулся с ограждением обочины. Может быть, кто-то шел на обгон и как-то коснулся обочины. Я не знаю, что там конкретно произошло. Но рассматривая вот эти фотографии, вижу, как люди смотрят на нашу машину. И много других англичан остановились, чтобы помочь машине, которая попала в аварию. А мы даже этого момента не видели и не слышали. Но я так, ради интереса, уже когда мы отъезжали, пофотографировала, увидела, что там, в принципе, никто не пострадал. Только машина была немножко искорежена. Вот такая вот история. Вот такие вот бывают ситуации в жизни в Англии. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Продолжение следует...